Земля. Гид для путешественников. В долине, созданной ветрами и тысячами лет, нас ждут неожиданные приключения. Прозрачные голубые воды заставят вас позабыть, что это земля красных пустынь. На каждом шагу меня приветствуют постоянно меняющиеся захватывающие виды. Я прибыл сюда из-за моря, описанного в приключениях Синбада, о которых читал в детстве. Сегодня я на один день становлюсь Синбадом и свободно изучаю Аравийское море. Здесь природа напоминает человеку, что выживание уже само по себе вызов и приключения. Это Аман. Невероятно прекрасное место. Аман – земля приключений. Часть первая. Оазис Красной долины. За последние 20 лет я побывал в 114 странах, но мое сердце бешено стучит каждый раз, когда я поднимаюсь на борт самолета. Поскольку прямых рейсов из Кореи в Аман нет, приходится делать пересадку в Дубае или Абу-Даби. Сегодня я направляюсь в поселение Тиви, расположенное в часе езды от Маската, столицы Амана. Тиви – небольшая деревушка на побережье Аравийского моря. Возможно, поэтому первыми я здесь встречаю любителей моря. Они просят их сфотографировать. Они свободно позируют незнакомцу с фотоаппаратом. Вода, должно быть, очень освежает. Камера часто становится инструментом, помогающим быстрее познакомиться. Я хочу показать тебе фото. Почему ты фотографируешь? Фотография – мое хобби. Если это твое хобби, то мое хобби – это плавание. Тебе холодно? Возможно, из-за холода, но молодой человек внезапно начинает отжиматься. Двадцать три, двадцать четыре. Глядя на него, я тоже захотел поучаствовать. Предлагаю ему соревнования, хотя он и гораздо младше меня. Я немного переоценил свои силы. Мне не сравниться с молодым парнем. Ты победил. Я победил. Ваша страна очень красива. Да, она красивая. В Амане много всего есть. Горы, как Джебель-Ахдар. И красивые долины. Советую съездить туда. Большое спасибо. Приятно было познакомиться. Пока. Как и посоветовал юноша, горы и долины Амана просто необходимо увидеть. Само слово «Аравия» означает «безлюдная пустыня». Эту небольшую деревушку у моря окружает долина, напоминающая безлюдную пустыню. Вадишап – вероятно, самая известная долина в Амане. Вадишап – по-арабски означает «долина между скал». Здешние пейзажи определенно соответствуют этому названию. Только взглянув на скалы, я представляю себе, что сверху могут посыпаться камни. В долине есть вода, возможно. Благодаря этому я обнаруживаю ферму, расположенную между скал. Должно быть здесь много травы. Это для коз? Для осла. Это еда для осла. А овцы? Они тоже это едят, да? Ага, я знаю. Это место совсем не напоминает безлюдную пустыню, благодаря изобилию воды. По дороге вдоль красных скал, вглубь долины, я начинаю исследование долины Вадишап. Это довольно опасное, но чрезвычайно волнующее приключение. Я чувствую себя Индианой Джонсом, проходя по тропинке шириной не более метра. Люди купаются в водоеме между скал и утесов, пронизывающих небо. Поразительное зрелище. Вода не холодная? Нет. Нет. Выглядит освежающий. Просто класс. Тебе не страшно? Нет. Вода с гор, она очень чистая. Ее можно даже пить. Очень вкусная. Правда? Даже пить? Да. Похоже, характер человека формирует окружение, в котором он вырос. Пласты скал расположены с изысканной красотой, которую не смог бы воспроизвести даже художник. После 40-минутного перехода по долине Впереди появляется еще один водоем. Далее можно пройти только по воде. Здесь очень красиво. Там дальше пещера, в которую проникает солнечный свет, и еще водопад. Водопад. Там красиво. Сходите обязательно. Я пришел сюда, чтобы увидеть пещеру, но, очевидно, чтобы в нее попасть, нужно плыть. Я думал, что смогу добраться до нее по суху. Путешествие в пещеру по воде кажется волнующим приключением. Здесь не слишком глубоко. Можно идти. В отличие от местных жителей, приготовивших купальники, путешественники, не знавшие об особенностях пути, сталкиваются с трудностями. Осторожнее. Эти люди, в конце концов, сдаются и поворачивают обратно. Дальше идти невозможно. Водоем становится глубже, и те, кто не может плыть, не могут двигаться дальше. Пловцы же получают возможность наслаждаться красивым видом по дороге. Я проплыл через один водоем. Осталось переплыть еще два, чтобы попасть в пещеру. Чувствую себя спортсменом, участвующим в триатлоне, в соревновании с изменяющимися задачами. Во втором водоеме плыть гораздо сложнее, чем в первом. Но я быстро приспосабливаюсь к условиям и даже нахожу время, чтобы рассмотреть дно. Как и в реке, я замечаю мелких рыбок и водные растения. Я начинаю уставать, постоянно чередуя ходьбу и плавание, и двигаться становится все труднее. Чем ближе я, подплывая к пещере, тем уже становится каньон. Плавание по узкому каньону чрезвычайно увлекательно. Наконец, я добираюсь до входа в пещеру. Но тут возникает новая сложность. Вход такой узкий, не уверен, что я смогу пройти внутрь. Вход кажется слишком узким для взрослого мужчины. Я начинаю думать, что придется просто вернуться обратно. Вход слишком узкий, а глубина большая. Я попытаюсь пройти боком, держась за выступ камня. Попробую, может быть, удастся. Спасательный жилет немного облегчает положение, но двигаться боком все равно тяжело. И вот финал путешествия, который стоит преодоление препятствий. Никогда еще не чувствовал себя таким живым. Невероятная красота ждет внутри пещеры тех, кто отважился на трудные путешествия. Солнечный свет проникает через расщелины в камнях. Небольшой водопад украшает водоем. Вода довольно теплая. Я бы провел здесь несколько часов. Мне очень хорошо. В этой пещере можно найти несколько способов приятно провести время. Найдется ли место лучше для подобного приключения? Я решаю сам попробовать нырнуть. Как только забываешь о страхе, тут же подступает восхищение. Прекрасный способ полностью насладиться природой. Заканчивается ли долина этой пещерой? Во мне просыпается любопытство. Интересно, что можно увидеть, выйдя из пещеры. Снаружи настоящий новый мир. Просто невероятно. За долиной новые, еще не открытые тайные места. Возможно, однажды нам удастся увидеть эти бесчетные, скрытые лица природы. Это не конец. Снаружи пещера и еще один водоем. Он связан со следующим, который ведет в другую пещеру. Пещеры и водоемы, о существовании которых я не знал, протянулись дальше по всему каньону. Настоящий восторг от путешествия приходит, когда реальность превосходит ожидания. Оман не просто земля-пустынь. Поиск скрытых сокровищ внутри грубых скалистых долин – еще одна из радостей путешествия. Побывав в знаменитой долине Ваадишап, я направляюсь к Джебель-Шамс, самой высокой горе Амана. Дорога к Джебель-Шамс опасна, так как вдоль нее нет деревьев, и камни легко могут осыпаться со склона в любой момент. И она проходит по краю обрыва. Держитесь крепче. Мы можем скатиться с края, поэтому ехать будем медленно. Волнующее путешествие по Аману продолжается на машине. Чтобы добраться до Джебель-Шамс, нужно подняться на 2000 метров над уровнем моря на машине. Вон та вершина и есть Джебель-Шамс. Ее высота – 3009 метров. Это самая высокая гора на Среднем Востоке. Джебель-Шамс означает гора Солнца. Она получила такое название благодаря тому, что солнечный свет падает первым делом на нее и остается там дольше всего. По соседству с Джебель-Шамс множество горных пиков устремляются к небу. Это хребет Аль-Хаджар. 500-километровый горный массив – буквально спинной хребет Амана. Джебель-Шамс находится в центре гор Хаджар. В базовом лагере на пути к Джебель-Шамс я обнаруживаю уникальную сцену. Аман в основном состоит из пустынь. Но там, на склоне горы, расположена напоминающая оазис деревушка. Я не ожидал увидеть укрытую пальмовыми деревьями деревушку на высоте 2000 метров в бесплодных скалистых горах. На входе в деревню меня встречает крепость, расположенная высоко на утесе. Я не знал, что здесь есть такая деревня. Мне кажется, что здесь я будто бы пробираюсь по какому-то лабиринту. Постройки такие запутанные, сложно понять, где вход, а где выход. Должно быть, у жителей не было выбора. Пришлось вырубать помещения в высоких скалистых горах и строить деревню с узкими улицами и домами, поднимающимися вверх по склону. К счастью, блуждая по лабиринтообразной деревне, я встречаю местного жителя. Эта деревня называется Мисфат. Мисфат по-арабски означает то, что плохой воздух не попадает внутрь нашей деревни, а проходит поверх нее. Если задуматься, высокая крепость, вероятно, может противостоять сильным ветрам. Но наиболее удивительная часть деревни все же густой пальмовый лес. Тайна выращивания растений в бесплодных скалистых горах заключена в ирегационных каналах. Они дают достаточно воды для полива и роста пальмовых деревьев. Мы называем такие каналы фаладж. Фаладж – это водоводный канал. Здесь фаладжем пользуются все. По нашим правилам, одна семья пользуется фаладжем 8 дней. Сейчас моя очередь. Через 8 дней им будут пользоваться другие. Фаладж – канал для доставки воды из подземных резервуаров в горах. В Омане более 3000 фаладжей. Воду без разрешения брать нельзя. Обычно ее используют для земледелия. Система играет ключевую роль в поддержании жизни в деревне и тысячелетиями помогает жителям работать вместе. Пять ирегационных систем Омана – фаладж – находятся в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Омане много деревень. Большинство из них расположены неподалеку от гор, потому что жители зависят от наличия воды, а вода приходит только с гор. Больше здесь воды нет. Хандила отводит меня на сторожевую башню деревни, чтобы показать, насколько важен фаладж. Сторожевая башня расположена на самой высокой точке деревни для защиты фаладжа. Вода для нас самая важная. Земли у нас много, но сражаться мы будем не за землю, а за воду. История человечества началась там, где была вода. Оазис – основа выживания. Он защищает жизнь в пустыне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Здесь я проведу ночь. Это аравийская палатка. Это палатка в аравийском стиле, но внутри есть кровать, а также электричество и обогреватель. Снаружи очень холодно, но здесь внутри палатки вполне тепло. Палатка двуслойная. Благодаря этому внутри тепло и уютно отдыхать. Благодаря палатке я хорошо отдохнул ночью. На следующий день я встретился с гидом, чтобы официально начать путешествие к Джебель-Шамс. Однако она сказала мне, что подъем на вершину ограничен. Добраться до вершины Джебель-Шамс на машине невозможно. Это запрещено военными. Можно идти пешком без использования транспорта. Из-за военных ограничений. Наша цель – ближайшая вершина к Джебель-Шамс. Вскоре после начала движения Лин отвлекается на поиски. Неужели она ищет какие-то сокровища среди каменной гальки? Что она может разыскивать среди камней, похожих один на другой? Вот, можешь посмотреть. Интересно. Это окаменелая раковина. Этой местности около 200 миллионов лет. И когда-то она находилась под водой. Поэтому здесь можно найти окаменелые раковины и морских обитателей. Вот, посмотри. Сколько же лет этой ракушки? Мы поднялись на высоту около 3000 метров над уровнем моря, но, что удивительно, находим здесь окаменевшие раковины. Мы даже не на берегу океана. Горизонтальные линии на склонах утесов – еще одно доказательство того, что эта местность когда-то была дном океана. Сама история записана в этих горах. Я представляю себе, как оказываюсь в далеком прошлом, когда здесь был океан, и карабкаюсь наверх, представляя, что плыву в воде. Алина уезжала из Омана, но вернулась, так как полюбила здешнюю природу. Так лучше, спасибо. Как получилось, что ты осталась в Омане? Я приезжала сюда, когда еще не было новых зданий и дорог. Это идеальное место. Красивое место с красивыми людьми. Здесь нет преступлений. И женщинам в этой стране более безопасно жить и работать, чем в других местах. Я бы хотел когда-нибудь уехать из города и жить в окружении природы и добрых людей. Это было бы здорово. После короткого перерыва мы возвращаемся на трудный путь. Пока что мы наслаждаемся спокойной ходьбой, но впереди нас ждет трудная дорога. Через некоторое время тропинка, по которой мы шли, исчезает. И мы продолжаем путь вдоль края утеса. Смотреть вниз страшно. Бесконечный вертикальный обрыв. Главное, чему я научился, идя по этой дороге, сосредотачиваться на каждом шаге в данный конкретный момент времени. Возможно, этот навык можно применить к тому, как мы живем. Мне предстоял долгий путь, и я решил не оглядываться назад и не смотреть вниз с обрыва. И в тот же момент весь мой страх исчез. Путь к Джебель-Шамс придал мне обновленную силу. Через час ходьбы, сосредоточенной только на дороге впереди меня, я заметил козу, перекрывавшую проход. Даже на высоте почти трех тысяч метров над уровнем моря люди живут и работают. Работа детей – пасти коз на траве, которая растет то тут, то там. Выполнив задачу, они могут вернуться домой. Я следую за детьми и попадаю в небольшую деревушку на краю холма. Сразу же по приходу домой мальчик утоляет жажду. Я только успел подумать, что вода приходит сюда с гор, как и в деревню Мисфат. Как дети показывают мне вовсе не ирригационный канал. Это бак с водой. Такие используют и в городах. Жители деревни сохраняют и используют воду, привезенную из других районов страны. Если мы по большей части используем воду в пищу и для умывания, то здесь она уходит в основном на полив посадок. Цена каждая капля воды, поэтому один ребенок плотно закручивает кран, пока другой быстро поливает ферму. Я вижу, что они поливают только землю и беру шланг, чтобы помочь им полить еще и деревья. Нет, нет, нет. Вода не потечет, если поднять шланг. Надо поливать землю. Кажется, я забыл, что вода течет сверху вниз. Я чуть не навредил, пытаясь помочь. Дети собирают фрукты, упавшие на землю. Это маленькие лимоны. Они очищают один от кожуры и дают мне попробовать. Он сладкий. Здорово. Лимоны должны быть кислыми, но этот лимон сладкий. Лимоны вкусные. В деревне, где сложно достать фрукты, лимоны – ценный перекус для детей. Дети живут в доме, расположенном возле фермы. Эта семья – единственная оставшаяся в деревне. Они предлагают мне чай, так как в исламской культуре принято угощать чаем гостей. Спасибо. Чай сладкий и с ярким вкусом корицы. Во рту остается послевкусие. Мне нравится. Остальные жители переехали в город из-за политики, проводимой государством. Теперь деревню защищают 12 членов семьи дедушки. Мой отец и мой дед родились и выросли здесь. Я тоже родился здесь и собираюсь здесь остаться. Под утесами сохранились развалины домов, в которых когда-то жили люди. Я бы их не заметил, если бы не встретил эту семью. Здесь, должно быть, был загон для коз, судя по кучам камней и деревянные крыши. Он довольно большой. Посмотрите. Сохранилась каменная стена. Должно быть, жители собирали камни где-то поблизости и потом строили из них стены дома. Жить в городе проще и удобнее, но покинуть дом, построенный собственными руками, нелегко. Я вижу внизу поле. Поле, когда-то с трудом распаханное, теперь в запустении. Что это? Окаменелости и браслеты. Единственная оставшаяся в деревне семья зарабатывает на жизнь, продавая туристам сувениры, сделанные собственными руками. Браслеты. Браслеты из козьей шерсти – их самый популярный товар. Один прием пищи здесь стоит около полутора реалов, а эти браслеты по одному реалу за штуку. Не слишком дешево. Со временем образ жизни жителей деревни постепенно меняется. Всего хорошего. Пока. Попрощавшись с детьми, я отправляюсь к вершине. Наконец, перебравшись через груда камней, я заканчиваю свое путешествие. Великолепный вид. Великолепный шедевр, созданный за миллионы лет, разворачивается перед моими глазами. Для кого-то это, возможно, лишь пустынные горы, но никогда бесплодная земля не казалась мне такой прекрасной. Иссохшие склоны гор напоминают морщинки, появляющиеся со временем на женском лице, или мужские руки, становящиеся грубее с годами тяжкого труда. В этом месте заключена сила, устоявшая перед лицом многих эпох. Это живая история Земли. Озвучено по заказу CLS Media в 2022 году. Субтитры создавал DimaTorzok